Разлом Турции. Ад вырвался из-под земли. У кого в квартире газ и что с ним делать? Волочкова без шпагата, слепаков под хейтом. Самые громкие события дня, которые обсуждают сети в нашем новом выпуске. В эфире Первый пост и я Ксения Каста. Здравствуйте. Февраль для Турции и Сирии войдет в историю человечества как самый страшный месяц за последние 80 лет. Землетрясение магнитудой в 8 баллов унесло жизни более 28 тысяч человек. И эта цифра, увы, не окончательная. Подземные толчки до сих пор ощущаются в 10 провинциях страны, включая соседние государства – Сирию и Ливан. Дома складывались как карточные домики. Одними из первых на место трагедии прибыли спасатели из России. Есть и чудом спасшийся. У тебя красивые руки. Ты можешь пошевелить другой рукой? Могу. Можешь пошевелить ею? Могу пошевелить. Можешь приподнять ее? Да. К нему подошли граждане, которые здесь проживают и говорят то, что огромное спасибо русским спасателям. Из-за больших рисков в течение трех дней никто не рисковал туда войти. Единственное, кто это были, это российские МЧСники. За это огромное вам спасибо. Граждане, жильцы этого дома попросили выразить вам огромное благодарность за то, что вы оставали своей жизнью и помогали турецкому народу. Сейсмологи уверены, что в ближайшее время сильнейшие толчки могут продолжиться. По их словам, между тектоническими плитами в Мертвом море скопилось слишком много энергии. А глобальные ее выбросы случаются раз в 250 лет. Появились и конспирологические версии. Некоторые убеждены, что против Турции было применено климатическое оружие. И сделали это США. По многочисленным свидетельствам, прямо перед землетрясением в небе на Турции были видны странные световые вспышки. США и Великобритания, в первую очередь, они всячески вообще блокируют применение конвенции по биологическому и токсинному оружию. Они в 2001 году отказались подписывать меморандум по мерам контроля. Но вот с тех пор можно сказать, что конвенция не работает. Буйство стихии коснулось и Сирии. Здесь погибло почти тысяча человек. Разрушена инфраструктура. Но, как говорится, страшнее зверя может быть только человек. США запретили помогать Сирии справляться с последствиями разрушительного землетрясения под угрозой санкций любому, кто окажет официальную помощь Дамаску. Шантажируя санкциями, они запретили помощь стране, по сути, открыто поддержав гуманитарную катастрофу. В России своя беда. Очередной взрыв газа. На этот раз в Новосибирске. Дом разорвало надвое. Разрушены около 30 квартир. Есть погибшие. И за два последних месяца это уже пятая трагедия в стране. Дом восстановлению не подлежит. Наиболее возможной причиной случившегося, по словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. Газовое оборудование должны обслуживать профессионалы. А для этого необходимы регулярные проверки и активная социальная реклама. Жители домов должны знать в лицо того, кто их обслуживает, считает глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. Надо по всей стране запустить социальную рекламу. Для того, чтобы граждане знали, как действовать в том или ином случае, в той или иной ситуации. К большому сожалению, сегодня работают мошенники, которые под видом специальных служб приходят в дома, обирают граждан, выставляя им счет якобы за проверочные мероприятия. Никаких проверочных мероприятий они не проводят. Граждане надеются, что у них все хорошо, а на самом деле не все хорошо. Надо установить, по каким причинам очередной взрыв с жертвами. И кроме социальной рекламы, конечно, службы должны реально провести проверки, для того, чтобы устранить все неполадки. Кому трагедия, а кому полный отрыв в виде корпоративов. Дубай сотрясается от веселья прибывших российских звезд. На одной из подобных пирушек прославился в прямом смысле Валерий Меладзе. Когда-то в рядах бандеровцев УПА был принят лозунг-пароль, который мы озвучивать в эфире не будем. Но именно с таким лозунгом сегодня ВСО отстаивает интересы западных сателлитов. Но первая часть фразы использовалась украинскими националистами, как своеобразный пароль. Вторая часть была на него ответом. Ответ на призыв из уст заслуженного артиста России Валерия Меладзе был произнесен. Хоть и шепотом, и без микрофона, но восторг вопрошающего был отмечен. Слава Украине, братан. О, красавчик! Обожаю тебя, обнимаю. Россияне порыв Меладзе не оценили. Концерты артиста по стране отменяются друг за другом. Сам артист прокомментировал скандал так. Цитирую. Мечтаю лишь об установлении согласия между близкими народами. И готов отдать ради этого все силы. Какие силы и как конкретно Валерий готов их применить, об этом информации от Меладзе не поступало. До сих пор обсуждают события, которые произошло во время Суперкубка России по футболу. Болельщики на стадионе устроили настоящую абструкцию перед началом выступления группы Би-2. Люди скандалили, требуя убрать со сцены русофобов и врагов СВО, которые ранее отменили свой сольник в Омске из-за надписи на баннере над сценой за президента. Группе выступить так и не удалось. Вышиб дверь в ФБР, стал агентом КГБ. Во время экскурсии по Академии ведомства звезда НХЛ Александр Овечкин решил с помощью полицейского тарана вынести учебную дверь. И блестяще с этим справился. Шутку не оценили североамериканские фанаты. Овечкина окрестили тут же солдатом КГБ, русским шпионом и секретным агентом. Но что тут сделаешь? Похоже, с чувством юмора у них дефицит. А может, таким образом решили добраться западные политиканы и до российских звезд НХЛ? Как и предупреждали вирусологи, в Новый год Россия вошла с коронавирусом как с сезонной болезнью. Вспышки заболевания не массовые, но в реанимацию то и дело люди попадают. Известных россиян болезнь тоже не обошла стороной. Только недавно выписался из клиники Никита Михалков. А вот состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова оставляет желать лучшего. С 10 января он находится в больнице в тяжелом состоянии. Из-за некроза ткани спортсмену провели ампутацию стоп. Возможно, ампутация рук. Жизнь прославленного спортсмена по-прежнему находится под угрозой. Мы желаем Роману сил в борьбе за жизнь и, конечно, скорейшего выздоровления. Анастасия Волочкова похожая может остаться без своих фирменных шпагатов. Артистка пожаловалась, что во время тренировок надорвала паховые мышцы. Впрочем, чего-то подобного следовало ожидать. При каждом удобном и неудобном случае так испытывать судьбу – дело рискованное. А подобные травмы – одни из самых продолжительных по времени лечения. Вот и завершился наш спектакль «Бега-киси». Прошел очень хорошо. Триумфально, я бы рассказала. Я все выдержала. И прогон, и сам спектакль. Ведро мое меня не подвело. Слава Богу. Ну, я так долго давала автографы, что, знаете, у меня просто уже когти намялись. Вот я еще умудрилась об клетку удариться. Все, у меня так нога болит вообще. Кровище шло сильно. Вот, поэтому первое, что хочется всегда сделать, это снять эти уанты, эти все штучки. Вот. Посмотрите, какие у меня не берите. Покажи поближе. Ловочка была со мной. Вести. Свою порцию хейта огреб и Семен Слепаков. Еще один противник СВО, покинувший родину. Досталось ему на этот раз от Атара Кушанашвили, который разнес Семена за качество и тематику куплетов, а также за антироссийскую позицию. Теперь уехав далеко, он стал просто Брюсом Спрингстином. Знаете, антивоенные... Антивоенные... Он бьет по струнам и поет... Ну вот, как ему кажется, очень качественный антивоенный манифест. Антивоенный манифест артиста Сергея Пускепалиса без песен и стихов был краток. Процитирую. Сейчас большинство сторонников фразы «нет войне» говорят «да нацизму». И добавить здесь больше нечего, кроме того, что артист погиб, перегоняя микроавтобус для военных в Донбассе и посмертно удостоен Ордена Мужества. Катастрофы техногенные, катастрофы личностей. Пусть будет их как можно меньше. А человек человеку друг или враг зависит от каждого из нас. Это был Первый пост. До скорого.